Инфляция в стране постепенно снижается. Об этом в интервью заявил председатель Национального банка. В Казахстане не допустят гиперинфляции, сказал Галамжан Перматов. Если доходы государства продолжат расти, то эта ситуация повлияет на рост цен. На инфляцию также может влиять политическая и экономическая ситуация в мире. Однако в целом прогноз хороший. Наблюдается положительная динамика, заключил председатель банка. Инфляция достигла своего пика в феврале и составила 21,3%. С тех пор постепенно снижается. По результатам на конец июля годовая инфляция составляет 14%. Мы ожидаем, что за август будет еще ниже. По нашим прогнозам до конца года ожидается формирование годовой инфляции в пределах 10-12%. Партнерству которого большие перспективы. Беларусь и Тамбовская область намерены сохранить высокие темпы экономического сотрудничества и углубить промкооперацию. Цель амбициозная. Это увеличить в ближайшие годы взаимный товарооборот минимум в два раза. Новые точки для роста, безусловно, есть. В этом убеждены и в Минске, и в Тамбове. Именно поэтому делегация из российского региона прибыла в Беларусь. Связи становятся крепче во всех смыслах. Например, уже 17 предприятий из Беларуси в тесной кооперации с тамбовскими производителями. Промышленный аграрный потенциал, высокие технологии и большая химия. Прочные связующие торгово-экономических отношений. Два переговорных дня в белорусской столице обещают быть продуктивными. Программа ожидается насыщенная. Деловые встречи, посещение парка высоких технологий и ведущих предприятий страны. Нет сомнений, что их портфель заказов обязательно пополнится. И заветная планка в полмиллиарда долларов станет делом скорого времени. Аграрии ежегодно обновляют парк техники, в том числе и техника белорусская. Это трактора МТЗ, комбайны по лесу. Значительная доля. Есть интерес по сборке белорусских тракторов на территории Тамбовской области. Проект зарождается. Я думаю, все впереди. Техника на рынке Тамбовской области достаточно востребована. Мы видим интерес как наиболее серийным моделям 82.1, так и наиболее мощным модификациям. Это уже 200 лошадиных сил и выше. Поэтому на сегодняшний день мы уверенно чувствуем себя на рынке Тамбовской области. И считаем, что в принципе за оставшийся период мы должны нарастить свое присутствие, увеличить продажи. Санкции нам только помогают. Мы становимся еще ближе и наши предприятия становятся ближе и восстанавливаются те связи, которые были еще у наших предприятий в советские времена. Конечно же есть новые технологии. Это применение IT-технологий в сфере сельского хозяйства. Нам также интересен ряд направлений по развитию крупного рогатого скота, что в принципе у вас достаточно развитые. К нам прибыло больше 20 компаний и еще ряд структур, которые находятся в государственной форме, но вместе с тем работают с бизнесом. Поэтому делегация порядка 40 человек, которые сегодня принимают участие в форуме. Большое количество белорусских предприятий, которые пришли на эту встречу. За первое полугодие рост нашего экспорта составил еще 35% к тому периоду прошлого года. Первый в России штраф за езду на электросамокате выписали нарушителю из Кисловодска. По новым правилам дорожного движения этот вид транспорта приравнен к остальным. За последние пять лет количество аварий с участием самоката выросло раз в 20. Лихачи на двухколесном транспорте не щадят и автомобили. Если раньше человек, управляющий электросамокатом, по закону был просто пешеходом, с 1 марта у него новый статус – водитель средства индивидуальной мобильности, сокращенно СИМ. К СИМам относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколеса. Права на них не нужны, а вот обязанности у их водителей появились. На проезжую часть нельзя выезжать без фар и самоотражателей – белого цвета спереди и сзади и по бокам красного. На зебре самокатчики должны переходить дорогу пешком, но чаще всего это правило игнорируют. Есть и другие нормы. По городу можно гонять не больше 25 км в час. В жилых районах ограничения – 20 км, в парках – 15, в так называемых медленных зонах – 5 или 10 км в час. А если рядом нет велодорожки и ни тротуара, то можно и на дорогу выехать, но двигаться только по правой крайней полосе. У нас было большое количество обращений от людей по поводу того, что люди пугаются, людей сбивают даже. В связи с этим было принято решение запретить полностью движение на каких-то либо средствах, только пешая прогулка. Toyota приостановила работу на 12 из 14 заводов в Японии из-за системного сбоя. Из-за возникших проблем компания не может заказать комплектующие. Об этом накануне сообщили местные СМИ. Когда производство автомобилей возобновят, пока неясно. Тем временем в самой компании исключили попытку кибератаки. Напомним, в феврале прошлого года автоконцерн был вынужден временно приостановить работу на всех заводах Японии после кибератаки на поставщика. Продолжение следует...